итак вот они башни 2 отеля сент-риджес мы вам покажем набережную корниш из окна машины пожалуй все здесь огромной жарой вот но это действительно очень такое занятие сложно вот поэтому вот смотрите наслаждайтесь вот это вот одна из двух башен который повыше сверху там вертолетная площадка как вы можете вот отель находится той который чуть пониже занимает 1 17 верхней вернее 17 этажей а еще вот рядышком здесь есть джумейра красиво джумейра это тихо таверс но неоднократно уже сегодня за день я этого говорил показывал сейчас вот завернем набережная корниш вот она как раз вот здесь вот да вот мы делали поворот на машине вот сейчас мы его сделаем и вот это вот зеленое насаждение они собой и значит образуют вот эту вот набережную корниш обязательно мы по ней прогуляемся вот но пожалуй когда уже будем жить вот здесь вот в этом вот отеле насколько вот сможем прогуляемся она очень большая она больше 8 километров от 8 там до 15 несколько лет даже нет и подел drilling у нас один очень большая взятка но и поэтому так далеко из сален мы вернем к checks по егоной линии, по-друге, по-друге, что он сейчас сален было бы на дороге и к кем-классе, мы приезжали к там где-то в следующем году, ну да и по-друге, но в принципе что тогда и вот смотрите вот наверное вот там вот где вот этот вот флаг наверное вот где-то в этом районе есть вот это вот культурная деревня вот вот на этот островок на тоже обязательно пол волнорезу пробраться нам будет соответственно вот там вот смотровая вышка ну как это не совсем смотровая вышка там ресторан находится вот в той башне он прямо примыкает к марина мол вот это вот набережная корниш сейчас мы ее я думаю почти всю и проедем в таком вот режиме по сути там вот зеленые насаждения это хорошая улица для прогулок велосипедных каких-то проездов вот но основной красоту то являет собой небоскребы которые напротив находятся вот там будут интересные я думаю кадры соответственно когда будем гулять мы уже сделаем непосредственно фотографии какие-то зарисовки вот этих вот небоскребов особенно на красиво они будут вечером когда все это стемнеет думаю так и есть то есть вот сейчас мы едем на машине фактически вот так вот это вот все выглядит мы едем вот по самой кромки Абу-Даби, это вот набережная Корниш, она и управляет собой вот этот вот волнорез, что ли, вот как набережная такая, от которой уже туда вглубь вот этого вот острова и идет сам Абу-Даби. Абу-Даби можно перевести как отец газели. Существовала легенда, когда охотник преследовал газель, и она от него по такому невидимому броду перебралась на незнакомый ему остров. Вот, охотник за ней последовал через этот вот брод и, соответственно, открыл, стал первооткрывателем вот этого острова, на котором вот стали разворачиваться поселения всевозможные. Вот, и прижилось такое название, как отец газели. Вот видите, это все вот набережная, она идет, идет, идет и идет. Да, конечно, теоретически нам было бы удобнее вот идти по направлению к отелю, вот сколько мы бы прошли, столько бы и прошли, вот. Потому что если мы будем жить в другом отеле, теоретически нам придется ведь возвращаться, сколько мы прошли, этот путь обратно его как-то компенсировать. Ну, соответственно, наверное, такси нам в помощь. Ну, или еще как-то. Ну, и климат нам в помощь более позднее время. Вот, в принципе, здесь можно гулять вечером и, наверное, в самый раз вот про поздно вечером заодно и проверить, каково вообще вот. Если выйти так часов там после ужина, например, и сделать такой променад, что ли, прогулку, наверное, было бы очень интересно. Ну, вот по-прежнему мы едем уже около пяти минут, даже побольше, а вот эта набережная, видите, она все продолжается. А там вот, если вот смотреть, там небоскреб. И, да, также мы отменили еще поездку на традиционный доу, это вот лодки. Ну, отменили, потому что у нас будет похожая лодка в Оман. Вот мы поедем. А с этой лодки, в принципе, было бы неплохо, наверное, вот ночную панораму вот этих вот огней, вроде бы, да, посмотреть было бы, наверное, неплохо. Но, в общем-то, можно и этого и не делать, потому что этот экспириенс нам известен. Вот с той стороны, да, всевозможный отель, там Шератон, вот я вижу и другие. А вот здесь, да, видите, все у нас идет набережная. Сейчас у нас перед нами откроется некий порт, а мы поедем вот по такому мосту непосредственно уже на остров Садият. И тут вот по пути также встретится самый большой уже мол всего Абу-Даби, он так и называется Абу-Даби-мол. Вот. В нем мы не были. Ну, в принципе, наверное, и особенно туда не рвемся, учитывая то, что сейчас заниматься активно шопингом не целесообразно, потому что не знаю, что нас ждет дальше в Дубае. А в Дубае у нас есть Дубай-мол и Mall of Emirates, которые затмят с собой все остальные, а также еще в Афи-мол у нас будет в Дубае. Поэтому Абу-Даби у нас особо-то никогда не славился такими какими-то роскошными там бутиками или еще чем-то. Поэтому мы так вот просто интереса ради здесь занимаемся и докупаем какие-то, ну, необходимые вещи, так называемые. Ну, тем не менее, все равно вот эта вот поездка, она, я думаю, будет полезна. То есть вот посмотреть. Вот, видите, там вон строится какая-то опять новостройка. Видите, постоянно краны, краны, краны. И в этот раз закал. Вон он вон он все равно с таким каким-то импровизированным портом он интересен тем что очень много автомобилей там стоит и они ну там тойота например там очень много автомобилей бмв стоит и у них например автомобиль красный или черный капот у него выкрашен в белый цвет видимо это с жарой как-то связано или еще что-то но вот они вот но сейчас какие-то они все пылью от занесенная ужасно совершенно удобнее конечно их было бы снимать двигаясь в другую сторону но тем не менее если вот примерно бмв вот эта вот картина когда двигатель другого цвета капота вот они стоят видите у капота все белое мы быстро проехали конечно так что тут наверное замедленном воспроизведении уже увидится разница ну и вот этот вот мост который приведет нас к острову садеят таким образом передаю так сказать эстафету съемки сейчас на другой фотоаппарат и соответственно вы увидите уже что мы видим на острове садеят непосредственно из окна автомобиля и так вот сейчас мост этот он достаточно длинный но тем не менее сейчас он закончится скоро вот за этот вот этот шейзоэт так вот пожалуйста смотрите этот остров а я отключаюсь в этом острове очень много музеев будет построено вот и ведется стройка лувра и музея гуггенхайма причем последний будет так так скажем его построят в воде на насыпном острове то есть он будет вдаваться в воду музея гуггенхайма очень такая у него специфическая конструкция вот как вот наваленные бревна бревна хаотично а лувр он будет выглядеть в виде космической такой летающей тарелки что-то такое круглое и роскостное ну и сейчас там уже есть один музей монораб как называется а сейчас подъедем уже посредством пресиденция монораб как рано монораба на Сейчас вы увидите, как мы уезжаем. Вот в этот гейтед комьюнити под названием Сантридис Саги от Айланд, который состоит из отдельно продаваемых резиденций Левил и, соответственно, апартаментов и парусы Андрея. Сантридис Саги Сантридис Саги Сантридис Саги Сейчас я подозреваю, что в Денис тебе дверь открою. Что, дверь? Дверь открою. Да. Видишь тут сколько зданий всевозможных. Вот это здание резиденций. Крыло, так скажем. У нас как раз видно на него. С нашего балкона. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...